Эта история напоминает сказку о лягушке, которая превратилась в прекрасную принцессу. Только это произошло с интересным зверьком. Однажды некий мужчина, поднимаясь на свой этаж, при выходе из лифта обнаружил на полу непонятный маленький комок, издававший странные звуки. И вроде бы не котенок, не щенок, не крысеныш, а нечто совершенно другое. Хвост маленький, голова вытянутая, туловище длинное, лапки коротенькие. Поди разбери, что это за дива дивная. Но бросить на произвол судьбы несчастное животное мужчина просто не мог, поэтому забрал его к себе домой. Кстати, именно этот человек всегда следил за чистотой подъезда, поливал растущие там цветы, а также установил мусорные баки, чтобы курящие соседи не бросали окурки на пол. В том числе и по соображениям порядка наш герой не смог бросить животное в подъезде собственного дома. Завернув новорожденное животное в сверток, он отнес его в свою квартиру, поступив благородно. Мужчина с большой аккуратностью отмыл найденный хрупкий комочек, пытаясь разобрать, кто же это все-таки такой. Затем он отнес найденыша на кухню, чтобы накормить. По опыту кормления котят, мужчина решил дать зверьку теплое молоко из пипетки и, видимо, это было самым правильным решением, ведь сразу после порции сытного обеда, благодарный малыш сладко уснул. Уже через несколько часов кроху ждал такой же ужин. А спустя неделю ухода и кормления, звереныш заметно оброс шерстью и подрос. Мужчина выбрал для малыша подходящее имя – Лаки, счастливчик. Ведь удача действительно улыбнулась животному, когда его подобрал такой добрый и неравнодушный человек. И вот через некоторый промежуток времени, когда зверек окончательно вырос, стало понятно, что за неведомый комок попал в руки нашего героя. Им оказался Баргузинский Соболь, которого мужчина оставил в своем доме как нового члена семьи. Но как детеныш Соболя очутился в подъезде жилого дома, до сих пор остается загадкой. Еще одна загадка – деформированная часть задней лапы у животного, из-за чего он не может долго носиться по сугробам во время прогулок. В любом случае очевидно, что удачливым оказался не только спасенный Соболь, но и его счастливый владелец. Эта история подтверждает, что иногда судьба преподносит нам неожиданные подарки, а главное – не пройти мимо. Дорогие друзья, если вам понравилось это видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, где найдете еще много интересного. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!